Шалом, друзья мои хорошие! С вами Бройняш, мы продолжаем играть, продолжаем Red Dead Redemption, угорать. Ну что ж, давай смотреть, что у нас здесь интересного. Такое, знаешь, вот такое начало всегда, что делать, куда бежать. Игра сама тебе скажет, что надо делать, да? Киран, пойти на рыбалку нет, братишка, это не симулятор рыбалки, хотя здесь и симулятор охоты, и симулятор падания с лошади, и симулятор рыбалки, и дикого вестерна, всего понемногу. Мы по традиции делаем что? Мы по традиции смотрим, нет, не это мы смотрим, мы смотрим карту и понимаем примерно, что нам надо делать. Джосайя Трелони. Трелони хочет поговорить с вами. Давайте пообщаемся, я же не против, я решаю все проблемы здесь. Какие есть хорошие проблемы, плохие. Смотри, как эта лошадь похожа на нашу тенегриву. Мне до сих пор пишут, что пойди, Валентайн, посмотри, в стойле где-нибудь там стоят, в конюшне. Есть ли там наша лошадка? Я боюсь, что нет. Просто, наверное, потому что она сдохла. И какой смысл покупать новую лошадь, если можно все время возрождать старую? Сыкинешные. Они аж прижали друг к дружке, понимаешь, то есть как попугаи и неразлучники. У нее шерсть, смотри, переливается как... Ой, господи, как у нас, как шелк. Видишь, как шелковая как будто. Или перламут. Артур. Кто там нам крякнул? Ты сильно занят, Артур. Для тебя, братанчик, я всегда не занят. Поговорить. Че такое? Я знаю, ты считаешь меня изнеженным фигляром. Человеком слов, а не дело. Практически не мужчиной. Я думаю, что ты хоть типа скользкий, как губрь в масле, но все равно ты мужик. Потому что я и хочу. Я нашел кое-что интересное, я хочу показать тебе. Ты когда-нибудь грабил дилиженс? Нет, ну ты что, бля. Как ты мог такое даже подумать обо мне? Ты это знаешь, как бы, что самое сложное в грабеже дилиженсов? В том, что вооруженные люди пытаются усадить тебе пулю в лоб. Не совсем. Проблема в добыче. Я имею в виду, прибыльно ли их грабить иногда. Я знаю, но... Что ж, если ты желаешь пойти со мной, то я познакомлю тебя с моим новым лучшим другом. Он даст наводку настолько разных дилиженсов с ценным грузом, что даже самый кровожадный дегенерат не сможет устоять. Довольно трудно угодить. А где твой дружбан находится? В роутсе, мой дружбан. Поэтому надо пойти туда. Привет, моя с радостью ходить. С радостью. Блин, это подожди, это моя лошадь была? То есть я сейчас, перед миссией, подошел к своей лошади и начал ее описывать так, как будто первый раз ее вижу. Нет, ну... Да, это уровень игры Брейна. Это нормально все. Привязать лошадь. Трелони, погнали. Погнали, братишка. Такие няшные лошадки. Я смотрю, у тебя тут полно знакомых. Ты даже... Ты же знаешь, я люблю заводить друзей в нижних слоях общества. Бля. А мы не пройдем. Воу, в смысле? Твою ты мать! Ты померла? Нет? Арабский жеребец. Ты какого хера творишь? О, смотри, как прикольная раскраска на жопе. Ха-ха, грязь. На жопе теперь грязь. Теперь ты не снежок, а просто какой-то кикишок, блядь. Какие расходы? Трости, кролики, чтобы доставать их и шляп. А, он просит slowest down. Блядь! В смысле? Ставай, ставай, ставай. Я тебя покормлю сейчас. Не, это самое. Не выкуй, прости, пожалуйста. Я немножко неаккуратен в последнее время. Извини меня. Ну, ты же, мы же с тобой договоримся. Ты же меня любишь, я тебя тоже на овсяшку. Овсяшка все простит. Блядь, лошадь, смотри. Блин, я тоже как-то так шел-шел в детстве и упал, короче, на ровном месте. И такой же грязный был, блядь. Глаза красные. Такое впечатление, что не мы с вами в Red Dead Redemption играем, а наша лошадка. Кушай, давай. Наебенивай овсяху. Хорошая девочка, давай. Вот, вот это правильно. Извини меня еще раз, пожалуйста. Это единственная игра, где мы извиняемся перед лошадками. Вообще, в принципе, перед кем-либо мы извиняемся. Есть такой день какой-то, я знаю, в мире, где, типа, люди перед друг другом извиняются. Типа, день примирения или что-то такое. А вот тут у нас каждый день такой день, понимаешь? У нас начинается серия, и мы с тобой уже два раза смачненько ебнулись в топ камень, топ дерево. What are you talking about, а? В том числе у меня был неплохой бизнес. Акции золоторудной компании, великолепная прибыльность для состоятельных инвесторов. Но все пошло прахом после тех проблем с законом. Да, так оно всегда бывает. Кстати, спасибо за то, что смылся во время той истории с Шоном. Я сделал все, что мог. От каждого по способностям, мой мальчик. Знаете, парни, вам бы лучше быть поосторожней с этими двумя семействами. Город маленький, а люди любят болтать. Я говорил про это, Хозе, но ты же знаешь этого ублюдка. В общем, пока они ищут радугу, под которой закопан горшок золотым южан, позволь рассказать тебе о настоящем деле. Куда именно мы направляемся? На станцию. Тамошник Лерк Олден удивительный человек. Он много знает о том, как и куда в этих краях едут дилежинсы. А, понятно, понятно. Понятненько. Нам не похую мороз, что грабить, блядь. Нам лишь бы деньги были, понимаешь как бы. Я же говорю, это ковбой. То есть осуждать его за его действия мы не можем. Мы отыгрываем роль на ковбоя, потому что здесь про них все, блядь, рассказано. Не надо орать. Мне как у него грива. Мне как грива классно на свету переливается. Епта, не знаю, YouTube передает. Блин, я по традиции нажимаю два гребка на геймпаде. Сделать хотел скриншот. Мы прибыли. Лошадей можно привязать где-нибудь здесь. Давай привяжем. Давай замажем. Сейчас привяжем. То есть я, блядь, подошел к лошади. Сказал, что они как сука два неразлучника. Начал вспоминать перламутровый цвет. И это оказалась моя же лошадь. Ну, ебобой, я тебе говорю. Тихо, 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 Нига, спокойно. Так, давай сюда. Давай сюда. Привяжем лошадочек и пойдем смотреть, что нам там надо делать. Привязывай. Я надеюсь, что снежок не будет скучать с пятнушкой и пятняшкой. Блин, я какое-то имя прикольное лошадки придумывал, но что-то не помню уже. Иди за мной, говорить буду я. Мы же не хотим напугать. Какая жопастая лошадь. Жопастая лошадь. Братан, ты же нес, по-моему, или твой брат-близнец был. Своим утолкнем. Блядь. Можно его, конечно, жахнуть, но тогда поднимется хипиш и будет жопа. Видишь, дерево, короче, не решили не срубывать. И оставили здесь, просто дырку сделали. Очень прикольная тема, на самом деле. Деревья нельзя срезать. Деревья – это кислород. Так. Тарелоний, ты, блядь, ты самая, далеко не уходи. Как он уходит, как будто обосрался. Потому что он реально нахезал от страха. Привет, Олден. Привет, Джосайя, как поживаешь? Роскошно, а ты, друг мой? Ах, я как говорил, времена настали тяжелые. Моя старуха плохая женщина, она даже ужасно, я бы сказал. Таких, как она, много. Как дела на работе, Олден? Кошмарно. Жалование снова урезали. А еще я слышал, что изобрели без... Безлошадный экипаж, мы станем не нужны. Так говорят с тех пор, как изобрели колесо. Начальство вечно что-то замышляет. Я знаю. Я с коллегами в таком положении, что нам сложно выполнять свои обязанности. Олден, мужчина в положении. Это вообще не мужчина. Вообще не мужчина. Мой друг Артур приготовил для тебя подарок. Какой подарок, блядь? Заплатить... О, давай. На, держи, короче. Как вы добры, сэр. Можешь звать его Артуром. Он свой, он наш Артурчик. Человек нашего калибра. Ну, хорошо. Ладно, сейчас самое время. Самое время. Джосайя, тебе это понравится? Он поедет на юг по дороге вдоль реки. Через Сильвертстонстранд. Спасибо, Олден. Большое тебе спасибо. И еще, Джосайя. Если ты или Артур будете в Стробери или в Ван Хорне, разрешите моего коллегу по имени Гектор. Он тоже один из... Как ты его там нас назвал? В затруднительном положении, Олден. Именно. В затруднительном положении. Мне нравится, как это звучит. Ну, тогда до свидос. Или я должен сказать... Адьос. Адьос, амигус, Джосайя. Генри. Бля, подожди. Подожди, подожди. 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 Генри был у нас. Какое... Что это было, бля? Я решил, что ты хочешь увидеть это представление, бро. Сырки ебаные, бля. Он сказал, что по дороге вдоль реки, через Сильвотер, Хуёнтер... Да, я знаю. Хорошее место, где можно подождать. Давай за мной. Генри. Это имя уже было у нас в Сирии. К нам подбегал какой-то чел. Не нам подбегал. Ходил по улице и спрашивал, не знаете ли вы Генри? Не видели ли вы этого хера? Я говорю, я хочу... Вообще ничего еще. То есть, все дороги приведут нас к этому Генри. Хорошо, поехали. Бахали. Доверие лошади увеличилось до третьего уровня. Теперь она может резко поворачиваться и останавливаться. R1 и крестик. И шо? Это по-твоему резко? Это ты кружочек нарисовал, блядь. Удерживай. А. Типа я бегу, нажимая R1. А, она тормозит и разворачивается. Что же я говорил? Проще не бывает. Похоже, что в наше время многие служащие станции этим промышляют. Зарабатывают они крохи, да еще и профсоюзы их обдирают. Но вот они и хотят подзаработать на стороне, Артур. Артурчик. Опять же, по его словам, там в Стробуре много работы для человека твоих талантов. Не думаю, что мне стоит возвращаться в Стробуре после истории с Микой. Я бы на твоем месте так не волновался, мой мальчик. Ты же убил всех, кого мог только опознать. Столько неприятностей. Вы, джентльмены, становитесь знаменитыми, так? Скоро попадете на обложки бульварных романов. Ну и умрете, конечно. Мы надеемся, что успеем скрыться. Удача план есть, как бы. Все. Изи, изи бой, изи бой, поскакали мы с тобой. Давай поскакали, Мэлюсон. Приехали, вот это местечко. Блядь, ты заебовый чел этот трелони. Все рядышком. А, это место сойдет. Да-да-да. Вот, держи. Надеюсь, они нам не понадобятся. Ну да, блин. Лучше не испытывай судьбу, хрен. Ну, что скажешь. Судя по всему, добыча находится в денежном ящике сзади. Я устрою небольшое представление, и ты сможешь оббежать дилеженс. Открыть ящик и забрать из него все добро. Как же я открою денежный ящик, холоп, если не буду приставлять пушку в голове хозяев? Вот, держи, ты должен помочь. Я смогу сделать это тихо. Надеюсь, что полная тишина не понадобится. Но ты пожалеешь, что у тебя нет затычек для ушей. Миссис Дэмсон. Олден. Отлично, Олден, отлично. Конечно, если все пойдет не по плану, можешь, как обычно, достать пушку и всех перехуярить. Будь начеку, они скоро приедут. Вот и он, точно в срок. Let's go. Не приближайся к ним, я прошу, хоть раз в жизни, блядь, не доставай ты свое оружие, Арту. В смысле, не приближайся, блядь, чуть-чуть, телепат, нахуй. Сейчас он подъедет, потрындит с ними, а я тихонечко сзади, может, масочку наебошить? Любидительно с тебя, холи. Мало ли, вдруг спалит. Так, давай, давай. Пам-пам-пам-пам-пам. Кто у них озвучкой занимался, музыкальным сопровождением? Следуй за Тиль-шансом. Так я следую, блядь. Не приближайся, чтобы вас не заметили. Добрый день, господа. Надеюсь, я вам не мешаю своим пением. Нисколько. Я готовлюсь к выступлению. У нас свободная страна. Вы сказали, к выступлению? Да, 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 мэм, да. Небольшой бенефис собирает средства на строительство оперы в Блэк-Уотере. Как я к ним приближусь-то, блядь? Джизеппе Молдун, мистер Честер Дэмсон. Они остановиться, может, должны где-то, не? Как я туда запрыгнул? В смысле? Это же не я сагрил эту бабу. Остановите... Она кричала, остановите дилижанс. Почему вы больше не поете? Ждите, пока мисс Дэмсон выйдет из дилижанса. Я типа зашкирился, я же охуенный пацан, смотри. В Нью-Йорке живут педанты и дураки, уверенные в том, что мы на Западе тут, короче, лясы точим. Всецело с вами согласна. А вы не могли бы маленький концерт в Блэк-Уотере сделать, не? Не могли бы вы сейчас что-нибудь исполнить? Я ищу Сопрано. Я даже не знаю. Мисс Дэмсон, это ваш долг перед вами, Элизабет. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь. Расцветали яблони и груши. Че-то там и че-то там еще. Сейчас ограбим. Можно присяду, блядь? Он пошел срать или ссать, я сейчас тихонечко. Идеально, блядь, иди. Пой, 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 мать, пой. Сейчас мы приблизимся, сейчас мы навернем, блядь. Золотишко заберем. Пой, не останавливайся, пой. Давай, блядь. Пой, 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 мать. Какой хороший день, да, чтобы ограбить дилижанс. Ломай, давай, ломай, ну. Медленней, медленней, мать. Медленней. Куча денег. Все. Я сваливаю. Я ухожу, я ухожу быстрее. Нам надо на поезд. Блядь, идеально. Просто идеально. Пой, мать, пой. И ты еще напоешь себе, я думаю, больше денег, чем взяли. Я тоже так умею. Мне этого вполне достаточно. Не дадите ли вы вашу визитку? Ты мне еще скажешь, в Вайбере, блядь, напиши там, или в Скайпе, черкани. Все. Идеально. Блядь, трилогий охуенный чувак, конечно. Чего не говори. Тут, я помню, этот, блядь, как же, убил, по-моему, крутой. Мне нравится. Афроамерикашка, помнишь, мы с ним ходили на задание? Вот это крутой чувак. Вот трилони ничего такой. Все преследуют какие-то свои цели. Это поня. Я даже маску сниму. Все. Изи. Легкие бабки. Я даже не знаю, сколько мы взяли, я не посмотрел. Неплохо сработано, Морган. Хоть разок у тебя все получилось. Отмычка охуительная тема. Ты в табло ему прописываешь, короче, и уходишь. Отлично, сэр. Отлично. Это было нетрудно. Там все как надо. Мы работали в команде, мой мальчик. Спасибо. О, отлично. Заходи к Олдену время от времени. До скорой встречи, Артур. До скорой встречи. Общая. Ого. Добыть 375 долларов вообще на изю. У меня 4 косаря, блядь. Я и не знал, что любовь может быть жестока. Так, хорош. Где мой лошадон? Где мой мастодон, снежочек? Где моя ласточка, блядь? Все время путаю, мальчик ты или девочка. По повадкам иногда ведешь себя хуже пацана. Но ревнивая, как девчонка. Сторонная лошадь у нас. Но мы ее любим. Она наша, она любимка наша. Мы ее нашли, приручили. Что там за мосты такие? Интересно, куда эта дорога ведет? Вот, видишь, снежику не нравится. Снежке, точнее, не нравится. Скупщик. Скупщик, скупщик. Ты мне нахуй пока не упал. Применение оружия запрещено. Но мне бы где-то переодеться. Продавец газет, магазин. Дело в том, что можно приодеться, по-моему, в магазин. Если я не ошибаюсь, то там реально можно приодеться. Что мне еще надо? А какие у нас вообще задания? У нас с вами остался Хозия Мэтьюс. Да, мы оставим. Это уже две серии у нас висит на этой миссии. Поэтому сейчас мы следуем в городишко. Я, наверное, приоденусь. Куплю какую-нибудь новую шмотку. Бабла до хера, поэтому можно, в принципе, тратиться. Надо лошадь как-то... Спокойно. Надо за лошадкой поухаживать. Там вроде была конюшня. Я могу как бы купить овса, купить ништяков. И все будет тип-топ, мофоко. Слушай, вы можете использовать оружие, чинить беспорядки. А вы не можете, вроде, пока работаете помощником шерифа. Эй, дружище. Партнер твой, короче, Артур съебал. И все. И все, а проблемы нет. Нет проблем. Роудс. Вот тебе и Роудс. Погнали, погнали. Сейчас с Добижем. Тут, в принципе, все рядышком, поэтому... Проповедник. Проповедник. Святой Отец. Пошли посмотрим, кого хоронят. Отец наш тоже сказал о человеке, который так далеко ушел с праведного пути. Кого-то хоронят. Царство ему небесное. Сердцем он остался на войне. Собрал вокруг себя банну убийцы и начал похищать лошадей. Говорите без биняков, да? Простите, но мы скорбим сейчас. Серьезно? Блин, реально, вырыли могилу и кого-то хоронят. Шесть, конечно. Да. Храбрый человек, чья гордыня подтолкнула его к жизни полной греха и злодеяний. Перелазь. Кому-о-о-о. Так, ты у меня чистая лошадка, чистая лошадка. Помолимся за этого человека, Отец Небесный. Помилуй его душу. Аминь. Магазик. Жалко, конечно, что... Тут каждая секунда кого-то убивает, по-моему. Вот и Магаз. Вот и Дженерал Стор. Пожалуйста, мне нужны деньги. Давай поможем бедолаге, у нас дохера бабла, в принципе. Мы помогаем бездомным здесь. Поздороваться. Приятель. Эй. Эй, рад снова видеть тебя, дружище. Как поживаешь, старина? Ужасно, блядь. Из-за ноги? Нет, к этому я привык уже. Ну, то есть, я прожил с одной ногой намного дольше, чем с двумя. Не, а это всё из-за людей. Из-за этого. Жалкого сброда, с которым я вынужден соседствовать. Так можете уехать? Уехать. Но я тут живу. Всё-таки это мой жалкий сброд. Тем более, я так давно их ненавижу, я... Я не могу вспомнить, какой день на горе. А вот ты... Слушай, ну что ж ты... Уезжай, никогда не возвращайся. Почему это я должен уезжать и никогда не возвращаться? Хотел тебе денег дать. Может, тебе денег дать, слышь? Бродяга, блядь. Здорово, дрещавый. Эй. Чё-то какие-то люди необщительны здесь, блядь. Я думал, тебе деньжат подкинуть, а ты какой-то хер, блядь, оказался. Сваливай отсюда. Может, он правду говорит, что нам лучше свалить с этой жопой. Если честно, то я живу неплохо. Это заебись, блядь. Говорит человек, который похож, блядь, на какого-то реально бомжару. Так, давай зайдём, одежду прикупим. Хеллоу, мистер. Хеллоу, мистер. Да, мы впервые здесь. Уход за лошадью. А давай посмотрим, что за лошадка есть у нас. Бля, всё продано. Серьёзно, что ли? И ничего и купить нельзя. Приблизить не надо мне. А скажи мне, пожалуйста, костюмы какие у тебя есть? Нет, ты ебала. Это неинтересно. Такое себе дело, азартный игрок. Тут выбор скудненький. Это надо город побольше, мне кажется. О, куртка-пылевик. Неплохо. По крайней мере, смотрится реальный чуток. Дорожная куртка. Пальто из комбольной шерсти. Пальто стрелка. 21 доллар. Классический суртюк. Блин, оно всё какое-то черно-белое. Оно не по приколу вообще. А примерить вообще можно здесь? Нет, чувствую, мы тут не затаримся. Пошли, еды немножко возьмём. И можно уходить. Продать. А, нет, продавать я ничего не буду. Самое топовое, что можно продать... Что это такое у нас? Что там? Конфеты за 3 доллара. Конфеты у нас лошадь любит сладенькая. Наберём конфеток. Пускай будут. Я думаю, хуже точно не будет. Забирай конфетки, забирай. Максимальное количество вещей уже. Сиги нам не надо. Бухло нам тоже получается не особо. Конское зелье. Во, солонина. Давай солониной пнём. Здесь хорошо, я помню, нам лосось давал. Ананасы консервированные. Клубничку можешь взять. Вот лосось по-моему внизу. А печенька сорти купить. О, булочки. Ха-ха, хлебец. Свежий выпеченный хлебчик. Так, ананасов давай. Мы ещё не пробовали, деликатес для нас. Видишь, в то время уже всё было, блядь. Всё, что и сейчас, всё уже было и тогда. Слонинка. По 2 доллара она, в принципе, должна хорошо повышать. Молотый кофе. Так, а это есть. А плитка шоколада. Для мозгов, говорят, хорошо. Чудесно. Плитка шоколада. Это, по-моему, что у нас? Это помадка для волос. Надо взять пару штук. И надо взять, чтобы оружие почистить. Тоник для волос. Ты чё у нас? Это для лошадки, кстати, неплохо. Яблочки и всё. Я только не понимаю, куда Артур это всё кладёт. В таком количестве. Сыр. На сыр можно ловить, сыр можно хавать. Ага. Кусочек сыра, да? Чувствуешь, 4 косаря было, и 4 косарей уже нет. Ни хера. Где для оружия что-то я не вижу. Тут General Store какой-то маленький. Реально малютка. Чё, можно зайти? А-а-а. Гардероб? Подожди. В смысле? Что ты делаешь? Не надо тебе это. Оставь, тебе это точно не надо. Гардероб, смотри. А, костюмы. А, это типа всё, что моё. Я могу поменять. Я купил и сразу здесь переоделся. Заебись. Так, я вроде скупил вроде всё, что надо было. Всё, погнали. Погнали дальше. Продавец, удачи тебе. Купить хлеб, консервированный ананас. Всё, взяли. Тоник для волос 4 доллара. Нихуйски. Так, цены-то у вас. Наверное, в это захолустье мало кто заезжает. И такие можно, знаешь, цены ломить для своих, типа. Всё, нормас. Нормалёк. Чувак, я тебе ни разу газеты не покупал. Так, чё у тебя есть? Номер 43, 44. И какой нам надо? Давай. Купим 4 газеты. Я не очень понимаю, зачем нам надо. Чё собака разлавилась? Чё они лают? Собаки лают? Там кто кого-то держит, что ли? А, там сосиски висят. Ёпта. Подожди, подожди. Там висит колбаса. Смотри, как, блядь. Как они так продумали? Висит колбаска. Разная. И собакены гавкают. Почувствовали запах колбасы. Пипец. Погладить собакена. Ты не укусишь меня? Сколько я няшная. Эй, ба. Паршивая собака написано. Чё она паршивая? Она няшная. Паршивая собака. Нельзя так делать. Сколько я няшная. Голодная просто. Чё, покормить её нельзя, видимо, да? Ну, ковбой вроде с собаками так особо не ходили, мне кажется. Что у нас тут ещё интересного? Вижу оружейка. Надо зайти, наверное, в оружейку будет. И прикупить себе патронов. Нихера, блядь я в лови. Видимо, очень сильно патроны нужны модифицировать. Давай посмотрим. Винтовочка Спринфилда. Компоненты. Чистка оружия. Лучше на нарез. Давай сделаем. Железные прицелы. Нет, это такое себе дело. Широкая текстура. Это визуалка. Нахуй не нужна. Обтяжка. Вот обтяжка хорошая штука. Не приобретено. Обтянули в кожу, и оно хотя бы меньше пачкаться будет. Боеприпасы. Боеприпасы. А можно одной кнопкой купить сразу все. Это было бы удобно. Экспресс-патроны, скоростные пули. Все. Обычных купим тоже. Всего лишь максимум можно в 100 патронов. Не так много. Так, болтовочка, дрововичок. Винтовка с откидным затвором. Ковбойский револьвер у нас. Чистка оружия. Опять же, это визуал. Что по стволу у нас? Длина и нарез. Вот, меткость сразу получше. Улучшенный нарез. Вот это будет хорошо. Я потом поменяю, куплю что-то другое. Но с этим тоже неплохо. Так, прицел давай посмотрим. А у нас есть. Еще по е-припасикам. Скоростные патроны. Вот, живем, пацаны, живем. Живем нормально. Так, оружейник. Все окей. Говорю, тут магазины, блядь, слабые на самом деле. Тут не особо выбор-то. Все, хуяк, погнали. All right, girl. А лошадь, надо поухаживать, пойти за ней. Тут должна быть где-то конюшенка. Если я не ошибаюсь, то конюшня где-то здесь. Что здесь происходит? Какая-то женщина странная. Кто-то спит. Что вам надо? Подароваться. Вы в порядке? Я нормально выгляжу, по-твоему? Нет, ужасно. Ужасно. Посмотри на меня. Я никчемен. Но ведь я родился не таким. Я такого не заслужил. Когда-то я был джентльменом. Джеремия Компсон. Хозяйство Компсонов. Поздравляю. Есть то, чем хвастаться. Они все у меня отобрали. Кто? Они. Что отобрали? Всю мою жизнь. Весь мой образ жизни они отобрали. Карьеру. Я много чего воровал, но это очень крупная кража. Гляни на меня. Я живу в грязи, блядь, и в дерьме. Сочувствую. Ёпта, дедуган, бля. Фу. Твою мать. Мой старый дом. Дом, который построил мой дед. Он обветшал и развился. А развалился. Теперь он принадлежит банку. Весьма прискорбно. Не такую жизнь я должен был прожить. Не такую. Я тоже. Если б только. Я смог вернуть себе свои вещи. Личные реликвии. Часы. Револьвер. Мыло и веревку. Учетную книгу. Где, вы говорите, ваш дом? Хозяйство Комсонов. Это к северу от Скартлет Медоуз. В банке сказали, что я там больше не могу появляться. Я живу рядом с Эрис Филд. В лачуге без всяких удобств. Если буду в той стороне, я сделаю, что смогу. Время. Время — это ад. Ад. Это адище. Привет, ваш адыч. Привет, стежочек. Где у нас конюшни? Скажи-ка мне. Я это не очень пока... Вот это. Нет. Нет, это не конюшня. Что-то конюшнкой здесь не пахнет. А, это скупщик. Это что такое? Это салон. Понятно. Это оружейка. Это мясничок. Это магазин. Да, с конюшней беда. Конюшенки либо есть, либо я еще просто не нашел. Хорошо. Допустим. Допустим, у нас с вами есть одна миссия еще. А Джеремия вот тут у нас получается. Джеремия Комстон. Проберись в дом и забери его вещи. Ну, это второстепенка. Давай сначала сделаем вот это задание. Это серьезная тема. Я думаю, это будет круто. Все, погнали. Ты-дых, 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 ты-дых. Зачем лошадь, когда я пробегаю, подставляет свою голову так, чтобы я вжахнул по ней? В чем прикол, да, блядь? Они же не мазохисты вроде бы. Я тебе говорю, в эту игру надо тупо играть с экраном широчайшим. У Самсунга, я знаю, выходила модель. Там что-то огромное. Он как несколько, вот 21 на 9, вот эти вот здоровые. А их там 2 или 3 вместе сделали, слепили. И широченный такой получился. Но, скорее всего, PlayStation просто не поддерживает такое разрешение. Этот подонок из тех, что захват... Блядь! Ебать! Вы что, блядь, варите? Что это за хуйта было сейчас? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блядь, парни! С твою мать! Валим. Херово дело. Оружие-то на коняшке осталось? Беги-беги-беги-беги-беги-беги! Могу я? Ах ты, твою мать, а! Уйди от лошади, бля! Ах ты, сука! Пусть бежит-бежит-беги! Беги, снежок! Я сдержу их! Пацаны, блядь, взорвали, сука, как в бригаде, нахуй! Нихуя себе! Пацаны, вы чё? Ёп твою мать! Что нам говорит меткий глаз? Блядь, и всё оружие осталось на лошади, ты прикинь? Ну, кроме самых таких, основных. Ах, что за хуя, я вообще не понял. В смысле, летсго, блядь? Всё, минус. Вон он, сука, блядь! Нахуй, блядь! Нет, дробовик это жопа, я не буду брать его сейчас. Конечно, хороший. Они взорвали телегу, думали, что я рядом сейчас проеду, и не ебанёт меня. Я думаю, как чисто, как бригада, блядь, 90-е. Пацаны, это вестерн, блядь, это не 90-е, где вы там? Вот, сука. Надо поближе. Давай туда вот. Сука, тупая, блядь! Вы что делали, собаки, блядь? Нихуя себе! Я потом на паузе гляну, я не понял, кто это. Но это, короче, кто-то из тех, кому мы уже дорогу перешли явно в этой игре. Это логично. Давай-ка, наверное, наденем повязочку. Так будет проще. Хорошо, хоть лошадную не ебнули. Я бы за это, блядь, порвал бы просто. Грабить давай. Зайди в любую оружейную лавку, купить патронтаж. А, патронтаж, который можно нести, блядь, надо было сделать. Вот, тупанул, тупанул, тупанул. Тупанул патронтаж. Ну, мне, в принципе, хватает. Я как бы особо не жалуюсь. Я просто с лошади не взял то, что надо было. Так, лошадыч, книжочек. Ты понимаешь, что у нас проблема была? Надо вот так вот сделать. А, болтовая винтовка. Вот, оптика. У меня даже две таких, нихуя ж. Нормально живем, пацаны. Фу, они, я тебе говорю, это жесть. Я просто еду. Мало того, что Дрискалы нападали, так они просто взорвали с чертовой матери телегу. Хорошо, что мы рядом не проехали. То есть нас чуть-чуть задело просто взрывной волной. Пацаны, блядь, устроили засаду. Зная, где я буду проезжать. Как страшно жить, блядь, в Америке то время-то было. Блядь, оружие нам не надо прячь. Лошадка вроде жива. Чуть-чуть ее коцнуло, но в принципе, я думаю, что она травку пощипает и нормально будет себя чувствовать. Как бы без особых проблем. А вот и брейт-вейты. Оружие в плохом состоянии... Блядь, а какое оружие в плохом состоянии? Состояние говно. Говнишка. Говно, да, кстати. Подожди, слезай. Слезай, братиш. Ты знаешь, вот так картину можно нарисовать было. Вот такая аллея. Аллея очень красивая здесь, реально крутая. Уход за оружием. По-моему, у него все дерьмовенько, да. Почистить. Оружие обязательно чистить, потому что характеристики падают, оно сломается к чертовой матери, и все, блядь, и по пизде пойдет. Придется покупать новое. Вот, вот это хорошо. По крайней мере, оружие чистое у нас. Что по другим пушкам? Здесь нормалек. Здесь нормалек. Здесь такое себе. Вот это надо почистить. Вот тебя. Дробовик-обрез как бы на близкой дистанции тема хорошая. А вот сдалека что-то не очень, по-моему, уже. Чистим. Все, наполировал мушкет. Можно двигаться. Фух, блин, а. Надо камеру как-то вот так вот пониже. Жалко, нельзя ее вообще в пол опустить. И это было бы реально топово. Это было бы просто суперсвэгово. Так, Брейт Уэйты. Стоять, мне говорит. Стопэшка. Здрасте, я приехал к миссис Брейт Уэйт по делу. Мои друзья уже внутри. Окей, окей. Охрана, блядь, хули ты думал? Охрана? Серьезно? Когда две семьи воюют в одном маленьком городе, пытаются уделить, это нормально. Это вполне себе нормальные темсы, как Топова. Как же, блядь, и херенно оно смотрится. Все, погнали. Главное, никого не сбить, не задеть. И спокойно идти себе заниматься делами. Они уже знают, что мы подходим, с ней открываются двери. Здравствуйте. Аромат отличного табака. Сюда, сэр. Мэм, к вам пришел джентльмен. Значит, это ваш друг, второй торговец спиртным. Привет. Здравствуйте, мэм. Привет, Артур. Мы тут просто играем в криббич. Артур Морган, миссис Кэтрин Брейт Уэйт. Рад вас видеть снова. Я вижу. Так значит, вот. Прям такой здоровый и тупой, каким кажешься. Ну, что, что он здоровый, это правда. Но вот его интеллектуальные способности вопрос спорный. Некоторые говорят, что он просто гений. Он не очень тупой, на самом деле. Так что эти парни поедут в Калиго-Холл? Разумеется, для нас это будет несложно. Но не хотелось бы показаться невеждой, но всегда остается вопрос денег. Деньги у нас есть, мистер Мэтьюс. Банкноты, облигации, металл. Now. Она не будет вписывать тебе квитанции. Воистину, нет, чудо удивительнее, чем деторождение. Вы хоть женщина способна произвести на свет обезьяну. Чё, блядь? Чё за диалог? О чём вообще вы трепчетесь? О, господи. Залезай, я всё расскажу тебе по дороге. Нет-нет, я поведу. Ладно. Ладно. Да без проблем. Блядь, вообще какие вопросы, блядь. Какие проблемы? Доберись до Калиго-Холла. Ладно. Пора за дело. Ты там хорошо себя вёл вообще? Он забрал всё, что я стащил. Это её сынок. Я эту серебряную ложечку затолкаю ему прямо в задницу и вытащу изо рта. Напыщенная сволочь. Мо-фоко. Ну ладно, ладно. Так что она от нас хочет, объясни мне? Она хочет, чтобы мы спалили табачные плантации. Сказала, что там уже несколько недель, как бы никого нет. Чего? Причём с помощью того, что в фургоне. Самогоны? Это зелье горит сильнее, чем керосин. Она сказала, так будет подобающе. А я думаю, что подобающе. Оно нормально. Мой сапог к твоему крючковатому носу, старая корга. Хвозия нашёл себе достойную компанию для чаепития в этом поместье, я смотрю. Но он, как обычно, втирал людям очки. Он считает, что одни из этих семей где-то припрятали золото. Лично я не против того, чтобы грабить богачей. Но после всех этих мучений хотелось бы всё-таки чего-то найти. Хвозия знает, что делать. Знает ли. Он просто пустозвон. Тихо, тихо, тихо. Пока что мы разрушили дистиллерию только по самогону, и всё. Теперь занимаемся вот этой глупостью, от которой, честно говоря, меня уже воротит. После той истории в салоне старик Грей удвоил охрану. Мы ещё и лошадей у них украли. Так это были вы, бля. Да какого хрена? Значит, мы просто туда подъедем и... И что дальше будем делать? Не бойся, у меня есть план. Туда всё время заезжают повозки, как бы. С припасами, с наезжением и баблишком. Особенно после того, как они надели ещё работников. Мы притворимся, что просто доставляем груз. Наверь всё мне. Я даже собаке могу зубы заговорить. Всё окей. Ну ладно, ладно. Окейушки. Будем надеяться, что он прав, как бы. Шон, ну как бы, говно же не метит, правильно? Делает всё по чесноку. Мне лошадь жалко. Я ухуячу, ухуя... Лошади же просто избита, бля. Так. Поезда вроде нет, всё нормально. Всё заебца. Всё как надо, всё как надо. Давайте, детки мои. Я понимаю, что они быстрее не могут. Они же тянут нас. Они тянут повозку. Эээ, подожди секундочку. Ты что, не беспокоишься о Греях, англичанин? Не понял. Ты не беспокоишься о Греях? В каком смысле? Ну, они ведь тебя в лицо знают. Бля, ты прав. Знаешь что? Держи, я пойду и спрячусь сзади. Ха-ха-ха-ха. Нам не пришлось стрелять раньше в Рим, я надеюсь. Попробую, попробую. Постарайся притвориться нормальным челиком. Всё, зашкирился. И никто проверять нихера не будет. Нажмите, чтобы переключиться на вид от первого лица. Неплохо. Мы на месте. Не высовывайся. А ну, стоять, сучки! А это нам типа сказали, да? Ну, всё. Используй, чтобы осмотреться. Чё тебе надо здесь? Я... Там такое было! Там такое было! В салоне? Чё ты мелешь, бля? Я просто доставляю припасы. Раньше приезжал другой человек. Хочешь бутылочку, приятель? На. Промочу себе горло. Не бойся. Я... Я просто тут недавно. Хе-хе. Вообще-то я из Данигола. Это в Ирландии. Да ты что? Да, да, да. Они сказали, ты в курсе. Там была какая-то заварушка в салоне. Мне велели привезти сюда вот это. Не спрашивай, и тебе не соврут. Ну, сам понимаешь. О, бля. Ладно, ладно, ладно. Тебе сюда. Я покажу тебе, как проехать. Спасибо, дружище. Промочи горло. Меня зовут Шон. Чудесно, блядь. Вот тебе и камерка. Ойла, блядь. А я Хэмиш. Рад знакомству, Хэмиш. Красивые у вас тут места. Как? Не так красиво, как в Конемаре, но все равно охуенно. Мои предки родом из Шотландии. Вот оно что. Так мы с тобой, выходит, почти что братья. Да, братишки. Смешно, бля. Охеренно. Сейчас побухают и пойдут делами заниматься. Нормально. Это нормально. Вот сюда нам. Вот прямо под этой дороги, вот по этой. Я уже не могу следить за всеми грузами, короче, грузами, которые сюда приходят. Да, когда в городе сказали, что им нужны кучеры, я ни минуты не раздумывал. Я от честного заработка никогда не отказываюсь. Значит, вам тут тяжело, да? Да, у мистера Грея большие проблемы с одним местным земейством. Эти алчные подонки пытаются его разозрить. Разорить, точнее, отвратительно. Боже, Хэмиш, это весьма прискорбно. Да уж, у тебя явно есть причина выпить, я думаю. Бухни на здоровье, братан. Ты даже не представляешь. Вон туда, короче. Рамси туда. Все понятно. Вот и приехали. Можешь здесь все выгрузить. Здесь? Что, лошадки не прочь нападать, да? Чего, бля? Ничего. Че ты мелешь, мать твою? Что происходит? Тихо, устраните охранника. Можно я вылезу, бля? Спасибо. Очень красивые были эти дома, Хэмиш. Они очень красивые, бля. Камера, бля, камера. Тихо, 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 хэмиш, блядь. Прости, бро, но пришлось это сделать. Ее кровища, видел, была сзади. Типа мы, по заставке, мы типа его убили как бы, чем-то не холодным, наверное, даже. Хотя хуй знает. Как успехи? Все хорошо. Почти все приготовил. Ладно. Чуть никого нет даже. Снаружи полно охраны. Мне кажется, действовать надо так. Ты иди к амбару. Да. А ты? Я займусь самим, самим полями. Польем все самогоном, а потом подожжем вот эти бутылочками. К счастью, дождя не было. Да и старый амбар должен вспыхнуть, как сраный факел. Сколько штук тебе понадобится, как думаешь? Этого должно хватить. Выйдем сзади. Послушай меня. Когда они поймут, что мы здесь, пути назад уже не будет, так что... Не мешкай. Разумеется. Я же прирожденный бунтарь. Сжигать поместье это у меня в крови. Разумеется, разумеется. Ебаный насос, блядь. Тихо, кто-то идет слева. Кто, блядь, слева идет? О, я успею, интересно. Надеюсь, что да. Привет. Приветствую. Я думал, весь груз уже доставили. Это еще не все. Странно, а что везете? Инструменты, бабло на зарплату. Ладно, разгрузитесь у склада на крыльпале. Да, до встречи. Ты это слышал? Денежки? Да. Давай сначала разберемся с этим делом, ладно? С этим парнем я разберусь. Как будто газ по-тихому спиздили, знаешь, такой вот. Помнишь, оно где-то было в Детайленде, по-моему, или в какой-то? Мы баллоны тоже так тырили и бросали. Иди обгрызгай поля, встретимся возле амбара. Да, надеюсь, без приключений. Облейте плантацией табак... Бля, куда ты его понес-то? А, в принципе, правильно, потому что если запалят, будет пизда. Я побежал опылять. Поливать, точнее. Лить. Ага, вот тут, смотри, литер два. Прячьтесь в зарослях, чтобы охранникам было сложнее вас заметить. Можно ты присядку будешь поливать? Этого должно хватить. Поливаем, поливаем. Дети кукурузы, блядь. Охуенное веселье будет. А это как Far Cry. Помнишь, мы плантации кокаина жгли, по-моему, да? Или что-то марихуана была. Хорошо. Блядь, там охрана. Как мне перебежать туда? Меня же спалят. Может, его устранить, типа, потихо, может. Тихо, братан. Сейчас. Эй, ты, блядь. Куда ты побежал, блядь? Какого хуя ты делаешь? И все нормально. И все, как обычно, заново. Самогонку разливаем, чтобы поджечь поля. Табачные. Шикарно. Этого достаточно. Думаю, что да. Как в фильме... А, смотри, от первого лица вообще топ, наверное, да? Топовая миссия от первого лица. Вот так она выглядит. Если ты поливаешь... Блин, оно дико смотрится немножко. Если была бы ночь, была бы гроза, и какой-нибудь маньячина, короче, с топором бежал бы за нами. Вообще топово. Так. А ну, стой. Значит, мне нужно перебежать туда. Вот тут, блядь, не высовываемся. Я должен... Вот там палит тот чувак. Я не знаю, просто спалит. Он меня, блядь, не спалит. Хер его знает. Попробуем. Давай, 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 мать твою, давай, блядь, Артур, давай, не выебуйся. Все, поливай. Лей. Самоконку не жалей. Все не так уж плохо. Все хорошо. А запах они не почувствуют, да? Он не выветрится никак. Все, пропадай, давай. Готово. Еще одно что-то осталось. Я ж палил вроде там. Блядь, лишь бы не спалиться. Будет так обидно, блядь, если меня запалит какой-то хуй. И ж я ничего не сделать не успею, как бы. А, вот еще здесь. Блин, это будет топчик, конечно. Это будет гореть хорошо. 30% у меня осталось. Встретись с Шоном у амбара. Бля, амбар, конечно, в ебенях где-то, да? Блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, я зашкирился. Он должен съебать отсюда, я смогу спокойно пройти там. Убивать их нельзя, я думаю. И даже если можно было, то это долго, надо тела прятать и так далее. Уходи, давай. Все. Все отлично. Хорошо. Что из этого амбара вообще? А, вот там вот, в те ебеняту, да, как-то надо пробежаться? Это не так просто, как кажется. Блядь, вот этот стоит, этот напряженный чел. Я вот думаю, как мне туда... Смотри, там трое. И здесь четвертый. Я уже пробегал здесь, как бы. Поэтому я не понимаю просто, как мне это сейчас еще раз провернуть по-хитрому. Потому что тот пидор может меня заметить легко. Блядь, не разворачивайся, пожалуйста. Беги, Артур, давай, давай. Все, тихо, 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 тихо. Тихонечко. Шума не поднимаем. Аккуратненько себе идем дальше. Наслаждаемся последними видами табачных полей. А вот тот ангар, видимо. Ну, там охранник стоит. И как я туда пройду, блядь? Сейчас попробуем. Я-то, в принципе, могу перелезть, как бы. Ага, то есть мне надо вырубить его, видимо. Вон он, вон он, вон этот чел наш. Сейчас снова вырубает. Я вижу по карте просто. Хуясе, блядь. Я тут очень быстренько. Поливает, поливает, смотри. Твоя золотая, пока ты поливаешь. Ограбить. Че ж пропадать-то добро? Сожгите амбар. Думаю, хватит, Артур. Достать бутылки с зажигательной смесью. И че, бросаем, что ли? Серьезно? После вас, сэр. А валить нам не надо отсюда? Пошли, сожжем еще пару чуей. Охуенно. Смотри, смотри, бросаем. Горит смачно как. Хорош. Устрани охрану Греев. Вот теперь повеселимся, сучки. Сейчас будет весело, блядь. Сейчас будет охуенная пати у нас. Тихо. Все, сучище. О, мозги ему размажило, блядь. Воу, 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 воу. Парни, че-то проблемы здесь у нас. Вот так вот. Че, Рэмбо, блядь? Ты еще живой? После такого выстрела? Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Вот и меткий глазик у нас. Что за подстава, мать твою? Это же наши лошади. Тебя разве не сказали, что будет целая армия? Целая армия, логично. Блядский рот. Вот, нормалек. Подожди, у меня оптика есть, дай попробуем с оптики. Надеюсь, Хозе получит за это кучу бабла. Чертовски на это надеюсь. Можно отвязать лошади от фургона, который мы недавно видели. Охереть, поле горит, бля. Так, где он? Сюда, сюда, сюда. Господи, не все прут и прут. Блядь, плохо. Блядь, плохо. Плохо, плохо, плохо. Хорош. Значит, вот такая у нас работенка, Артур. Дерьмовая и не пыльная. Берегись, тут еще люди. Ай, господи. Я не вижу, откуда они бегут. А, вон они. Блядь, я хотел в голову. Перезаряжай, перезаряжай. Ну же, ну же, ну же. Мы от первого лица попробуем. Хорош. Блядь, со всех сторон, по-моему, жахуй. Нам надо было уйти быстрее, быстрее. Давай же. Вон он, вижу. Хорошо. Давай, быстренько, быстренько. Вот, вот, вот он, вот он. Нормально. Пошли, 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 пошли. Забирайся. Тут ли наши денежки, сейчас проверю. Нажмите L2, чтобы фокусироваться на лошади. Освободить ее. Так я сфокусировался. Блядь, в чем проблема? А, распрячь ее надо. Я понял, понял, понял. Убрать пряги. Садись давай, блядь. Следуй за Шоном. Давай попробуем. Погнали, 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 погнали отсюда. Ох, через огонь вообще топово. А коняшкам не больно через огонь? Нет? Нормально? Ни хрена себе, впереди еще люди. Перезаряжай. Он просто задавил. Блядь, как там красиво все горит. Огонь здесь просто бомба, блядь. Я тебе говорю, тут все бомбовое. Пробежались по комнате. Нормально. Прямо через главные ворота. Давай красиво сделаем это. Блядь, от Брейт Уэйтов, наверное, тут... Точнее, от Греев тут ничего не осталось уже. Хер, ура себе. Что там сзади? Дай посмотрим. Ох, пылает славно. Это ты называешь вечеринкой, да? Мы честно отработали деньги у этой ведьмы. Давай сначала уйдем отсюда. Подожди, а забрали деньги из дилижанса, нет? Ладно, предположим, что взяли. Что-то я сомневаюсь, конечно, в этом. Следуй за Шоном. Да уж. В интересненькую заварушку вставил нас дач, да? Я надеюсь, дач с Хозей правы, и мы что-нибудь с этого поимеем. Что теперь будем делать? Возвращаемся в лаги. Ты со мной? Да, конечно. То есть они, получается, на заставке сейчас проследуют, и нормально все будет. Там был дилижанс, он, типа, говорит, проверю, есть ли там мои бабки. И он, типа, я надеюсь, пошел проверять. И, может быть, он их взял. Я просто не уследил, потому что я распрягал лошадок. Но, в любом случае, у нас денег много, так что расстраиваться не смысла. Суть этих всех заварушек в том, чтобы стравить две семьи. То есть вбиться в доверие к обоим семьям. Они будут думать, что мы свои. И таким образом мы их, типа, как бы всех наебем. Ну вот, дом, милый дом. Расскажешь, Хозе, о том, как мы сработали? Да, подобыча банды есть. Ваша доля 233 бакса. Все, погнали. Пошли в общак киданем деньжат немножко. Чтобы все было ровно. Я помню, что общак находится со стороны воды, по-моему. В общак лагеря 5 долларов. Что-то мало, по-моему, как-то. По идее, здесь куча народа живет. И они все должны давать бабло. То есть, как бы, в общину скидываться. Это правило золотое. Так. Нам, походу, тут... Да, вот оно место, я помню. Вот ты наш общак. Учетная к пожертвовать. Ну, давай долларов 100 пожертвуем, наверное, как бы. Было бы дать денег. Бабосы, бабосы. Так, давай. Тихо, тихо. Аппетита надо как-то поубавить, наверное, мне кажется. Давай 200 баксов дадим. Во. 200 долларов пожертвовать. Чудесно. Пускай будет. Учетная книга. Мы же можем что-то еще и совершенствовать, как я понял. Что-то же можно прокачать. Быстрые перемещалки у нас как бы есть. Все нормально. Так. Давай вот это возьмем. Так. Увеличилось количество и качество тоников в медицинской повозке. Вот это хорошая штука. Реально. Тоники мы юзаем. Это нужный такой элемент в игре. Без тоников ты будешь просто как лошпек. Поэтому. Так. Сильные лекарства. Пополнит запасы. Это не надо. Пиршество и провиант. Кокаиновая жвачка и сладости. Вот теперь можно реально кайфовать. Вон там зайчишка подвешенный по-моему висел. Или кролик. Блядь. Вообще на собаку похоже. Увеличилось качество и количество провиантов в походной кухне. Что мы купили? Что-то мы короче купили еще. Вот. Тоников в медицинской повозке. Еще лучше тоники сделали. Уже по-моему светает. Я думал спать идти. Но уже все нормально. Так. Хотите докупить то, что есть сейчас? Нет. Поехали дальше. Зажигательная смесь и патроны для карабина. Пополнить запасы. Улучшить остальные палатки в лагере. Давай улучшим. Теперь настроение жителей стало немножко лучше. Палатки улучшились. Атмосфера хорошая. Так что все окей. Я не знаю, что визуально поменялось. По-моему как было, так и осталось. Так. Улучшить палатки. Пополнить запасы. Что еще у нас? Загон для лошадей. Курятник. Старые курятники. Лодка. Давай курятники купим. Вы приобрели курятник. Пирсон сможет готовить более качественное рагу. Вот это я понимаю. Нормальная тема. Курочку все любят. Инструменты для работы с кожей. Делать больше снаряжения. Давай купим. Лучше в лагерь, наверное, будет инвестировать. Теперь Пирсон может изготавливать улучшения для сумки. А нам улучшения надо как раз. Там подсумок, под тронтаж и так далее. Вечно нужны очень. Так. Останется загон для лошадок. Уже в следующий раз возьмем. Мне кажется, мы неплохо лагерек так улучшили. И вообще этим как бы дач должен был заниматься, наверное. Что у нас по миссиям? Давай посмотрим. Что у нас осталось? А вот Эмма-то кто у нас? Это Мика Белл у нас. Мика хочет с вами пообщаться как бы. А больше здесь ничего у нас нет. Только Мика. Давай пообщаемся? Я ж не против. Мика. Блаженны миротворцы, ибо они наречены. Слушай, Молли, а как там говорится, сдаётся мне, это высказывание не подходит ни тебе, ни мне. Но это потому, что ты такой у нас человек весьма ограниченного интеллекта. Не сомневаюсь. Пока вы со стариной дачи вносились по округе, впахивая нас ещё в глубже дерьмо, мистер Пирсон, кажется, нашёл способ, как облегчить нашу ношу. Пирсон, тебе не интересно? Ну, наверное, господа. Дач, давай, Толстяк, ты ему скажи. Насчёт мира, Дач, о со Дрисколами. То есть, мне кажется, я знаю способ. Что ты несёшь вообще-то вообще? Говори внятно, Толстяк. По пути в город я повстречал пару ребят у Дрискола. Думал, что мне придётся туго. Но вы же знаете, каков я в бою. Как в закона на его угол тигр, бля. В общем, дело до этого не дошло, и вы разговорились. Я предложил организовать встречу, чтобы уладить все вопросы. Как джентльмены. Джентльмены? Колем О'Дрискол? Вы совсем рехнулись, мать ваша? Ты же постоянно нам говоришь, Дач, делай то, что нужно сделать. Но не лезь в драку понапразному. Они хотят устроить встречу? Это ловушка. Конечно, это почти наверняка ловушка. Но попробовать стоит. Чем мы рискуем? Тем, что нас застрелят. Нас не застрелят, потому что нас будешь защищать ты, Артур. Если это ловушка, ты их пристрелишь. А если не ловушка, то какой шанс? Я не вижу в этом никакого смысла. Мы обязаны рискнуть. Я убил брата Кольма. Много лет тому назад. Потом он убил женщину, которую я любил. Как ты говоришь, это было давно, Дач. Дач. Идем. Ты и я, Артур, будет нас защищать. Как же я? Сейчас не время для тигра, друг мой. Готовь лучше похлебку дальше. Наверное, так, да? А оружица на лошадке... А тут нельзя проверять даже. Это будет... Блядь, я говорю, одна миссия круче другой, по-моему. Погнали. Сейчас поедем, посмотрим, что там у нас. Следуйте за микой. А, бля, ладно. Тогда поконим, парни, поконим. Поехали. Оружица, подожди, подожди. Мы же в лагерь, типа, выехали уже. Вот. Это не оптика, нихуя. Или оптика? Вот оптика. А мы по характеристикам смотрим, понимаешь? Вот урон хороший. Обтяжечка нам обязательно нужна. У нее хороший прицел. И она, в принципе, дамажная, тоже неплохо. Характеристики играют важную роль, поэтому внимательно смотрим сюда. Знаешь, наша с Кольмом вражда идет уже так давно, что я не припомню, когда было даже по-другому. И до сих пор ведешь без сомнений. Вот снова, Фома-то неверующий. Есть какой-нибудь план, который тебе подойдет? А может, ты и прав, просто я как бы нервничаю немножко. Давай не будем больше убивать людей без нужды, ладненько? Из-за меня никто не погиб. Наоборот, я помогаю сохранять жизни. Так ты говорил, что за нами гонятся Пинкертоны. Из-за Блэк Уатера. И Левит Корнолл со своей частной армией тоже. И кто знает, во что вольется эта грязня с местными. Разве мы не можем позволить тебе воевать с ними, со всеми, да еще и с Дрисколами? Твои слова не лишены смысла. Очень надеюсь на это, джентльмен. Но, как я уже дал понять, мне не по себе. Слушай, это ведь не тебе придется шкурой трисковать. Мы идем туда, найдем подходящий на съезд. У тебя ведь есть винтовка? Да, да, да. Ну вот, мы с дачей отправимся в логово Льва, а ты будешь нас прикрывать. Не нервничай. Пока я не дам вам повод нервничать. Все будет заебись. У нас же есть ты, бро. Постараюсь, постараюсь, как бы, да. Мой дорогой и верный друг. Я бы и сам бы воотшагнул, конечно. Если бы я стоял на страже. А что мешает Одрисколам тоже сделать западню такую же, как и мы хотим сделать, да? То есть, если они увидят, что все пойдет не так, они просто нас прибьют. На той высоте есть люди. Выглядят как Одрисколы. Мне не нравится, когда за нами следят. Мы уже близко. Скоро ты будешь там, где надо. Скоро ты будешь за нами следить, Артур, и прикрывать наши жопы. Может, он прав, Дач, конечно. Может, ты прав. Может, я в самом деле перегибал палку. Зря подвергал нас опасности. Просто я вижу. Вижу все эти рты, которые нам нужно кормить каждый день. Замахиваюсь на неподъемные цели. Я слишком забочусь о людях. Вот в чем моя проблема. Заботы слишком много не бывает. Вы парите чушь, блядь, оба. Возможно. Возможно. Возможно, Мика нас обманывает. А возможно, Коль Мадрискол нас обманывает. Быть может, разговоры об этой великой нации, обещание равенства, свободы и справедливости. Быть может, это все тоже вздор. Вот они стоят того, чтобы попытаться. Они стоят того, чтобы в них верить. Неужели ты этого не понимаешь, друг мой? Я не знаю. Попытайся. Я прошу лишь об одном. Просто попытайся. Ладно, пастушок. Здесь мы будем разделяться. Встретимся на поле. Найди себе место повыше и присмотри за нами. Ладно, ладно. Как бы там ни пошло. Встречаемся возле вот той дорожной развилки. Направляйся к наблюдательной позиции. Погнали, хули. Так. Наблюдательная позиция. Сейчас найдем. Блин, вот это интересно. Знаешь, чисто как в 90-х. Как в бригаде тоже. Мы уже ни разу не вспоминали здесь. О, хорошее место. Какое заебовое местечко. Тут же кто-то был, кто-то помер. Прямо здесь. Что творишь, мать твою? А, он сам встал где нужно. Удерживай L2, чтобы смотреть бинокль. Посмотрим. Переговоры между двумя бандами. Так, дач. Интересно. Главный там, не главный. Даже интересно посмотреть. Приехал ли Одрискл сам? По-моему, да. Здравствуй, дач. Давно мы с тобой не виделись. Да, да. Ну что, как там поживает твоя банда? Они все так же верят в тебя. Лучший мир. Праведный мир, да? Как там у тебя с успехами? Не жалуюсь. А как прошло то ограбление, которое вы записали? Какое из них? О, мне это нравится. Как я и говорил, харизматичный лидер и все такое. Нас с тобой теперь все ищут. Нас обоих. Мы с тобой многим насолили. Знаешь, мне пообещали награду, дач, если я тебя поймаю. Что ж ты не согласился? Ну, я пока думаю. Мне жаль, конечно, что так вышло с твоим братом. Да, ну его. Он мне никогда особо не нравился. А мне? А мне нравилась Аннабель. Ты всегда был дамским угодником дач, Вандервилл, Линда. Это я в тебя уважаю. Что ты хочешь мне предложить, Кольм? Нашей вражде конец? Блядь! Сука! Ну как так все пошло-то по пизде, а? Он умер, что ли? Здравствуй, солнышко здравого. О, ты ведь не умер. Пока нет. О, боже. Блядь, нас избивают, как сидорову козу, нахуй. Уйди от удрискалов. Чего, блядь? Оружие где? Куда я ползу вообще? Блядь, тоже верно. Он убегает, стреляй по нему. В смысле? Блядь, меня подб... Я убил, нет? Пока что нет. Пока я еще не сдох, блядь. Ну, конечно. А вот сейчас, походу, сдох. И это я уже вряд ли оклемаюсь, блядь, после такого. Или оклемаюсь? Мне выстрели, блядь, в упор. Что случилось-то там вообще? Что случилось на этой сраной поляне? Я где-то еду. Кто-то везет меня. О, божечки твою мать. Что с дачем случилось? Что сказал одрискал? Блядь, много вопросов, ответов нихера нет. И, видишь, раскочегарилась игра. А, положи его оружие вон там вот. Они хотят сдать властям, потому что за нас, по-моему, пять или сколько там, шесть тысяч баксов за голову дают. А одрискалов, блядь, меньше типа дают, да? Охренеть. Нам даже еду дали, нихуя ж себе. А что с дачем случилось, с Микой? Может, это подстава от Микки была какая-то? Я не знаю, блядь, тут хуй пойми, вообще, на самом деле. Артур Морган. О, сам Кольм пришел? Я рад видеть тебя. Здравствуй, Кольм. Как твоя рана? Я ее почти не чувствую. Почувствуешь. Заражение мерзкая штука. Послушай меня, послушай. Ты ведь отменный стрелок. Почему ты до сих пор работаешь на даче? Мог бы вступить в мой отряд. Стал бы зашибать нормальные бабки. Деньги не главное, Кольм. О, нет. Главное, это его легендарное маяние. Ты убил мою кучу ребят. Ухиженный в Сикспойнте. Я понятия не имею, о чем ты. Ты лжешь, друг мой. Лжешь? А я так думал, да, читает вам проповеди. Пусти меня, Кольм. И завязывай с этой своей грязнёй. У нас у всех теперь проблемы посерьёзнее. Но я вижу так это. Если они схватят его, то я позабуду... Позабудут про меня. У них очень хорошая память. Будь я на твоём месте, я бы взял бабло и сразу бы пустился в бега. Я знаю. Но мы дождёмся, пока за тобой явится разъярённый дач. Цапаем вас всех и сдадим властям. А потом просто исчезнем. Ты назначил встречу только для того, чтобы схватить меня? Само собой. Он будет так зол. Примчится сюда. Вместе с остальными твоими дружками. А законники уже будут его поджидать. Артур, Артур. Артур, я так по тебе скучал. Ай, твою ты мать. Сука, мне даже больно смотреть на это. О, господи. Ох, ты ж ёбушки-воробушки. И чё нам делать? Чё нам делать-то? Что это такое вообще? Где мы, блядь? Где это мы были? Вы можете раскачиваться на цепях, чтобы подтянуться до напильника. И можно открыть замок. Давай раскачаемся. Качнуть вправо, качнуть влево. Вправо, влево. Ну, типа для него это лево, право. Взять напильник давай. Не падай, не падай. О, господи. Я знал, что что-то должно произойти в стиле рок-стара такое. Знаешь, что охуенное реально. Говорит, чтобы рану надо продезинфицировать, как бы. У нас же заражение, типа. Что, будешь вынимать, что ли? О, мазафака. Наклонить. О, блядь, еще геймпад фибрирует жестко. Я не знаю, получается у него или нет, но надеюсь, что да. Сыпать порох. И теперь надо прижать. Надо же огонь как-то сделать. Надо же сделать, чтобы оно загорелось. Чтобы рано прогорело нормально. Бля. Мне больно смотреть на это. О, ёпта. Давай, 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 давай. Делай, делай. Ё, бля. Закрой свой рот. Я не хочу ехать в Мексику. Я хочу домой. Домой. Ще ебанело. Ты придурка этого, блядь. Убить бесшумно нахуй с пляжа, давай. What the hell is that, бля? Опа. Нежданчик, блядь. Так, давай. Артур охуенин. Вот такие эмоции, блядь, лучше, чем Ди Каприю, мать твою. Солдать его не надо, нет? Что он там делает? Пытать человека это одно, а вот пичкать его историями о родине это совсем другое. Пусть поторапливается. Не хочу торчать здесь все время. Покиньте сектор верхом на лошади. Хорошо, блядь, сказано. Давай сначала этого поца ебанем. Я же могу его ебануть? Опа! Внезапненько, блядь! Че, сышь там мне не надо? Сышь патруль. Взять оружие. Не, я щас свое заберу, подожди. Подожди, я щас ограбанил его? Это, это святое, блядь. Это святое. Щас ограбанули. Обложечку забрали. Так, подожди, я должен понять. Вон тот пидор, блядь. Я должен понять, я могу бегать? Бля, могу. Тихо. Хули он уронил? Че-то он стоял, стоял, блядь, уронил. Пидрила, блядь. Щас я попробую тихонечко к нему подойти. Если я не зашумлю, и говна никакого не случится, то все будет заебись. Иди сюда, мой сладкий, блядь. Поцак, нахуй. Так, тихо. Не надо пока ничего брать. Надо просто, блядь, пройти. Желательно по-тихому. Он что, внутри там сидит, что ли? Пей, давай его, блядь. А, можно нахуярить его. Хорошо. Мне понравилось. Все. Живы вроде немножко. А, у меня же нихуя нет. Сейчас, подожди, заберем лут свой. Собираем, забираем, забираем. Сундук нашим и лутом, давай. Наши вещи должны быть, пойду. Не раздеребанили, не забрали ничего. Или это не наши вещи? Большой мешочек с драгоценностями. Патроны для винтовочки. Чего-то я не понял. А где мои вещи? А, вот тут что ли лежат? Оружие Артура, во. Вот. Нормально, нормально, нормально. Сейчас приоденемся, все заберем, все что есть. Кто-то пришел. Тихо, Артур, тихо, бля. Собака, бля. Бандит Адриска ломает. Быстро, бля. Все. Грабить. А то, Никита, забрал, братиш. Можно провианта наебнуть. Давай, 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 наебошевый. Ты ешь, давай, бля. Вот, это уже получше. Это уже нормально. Мы же нельзя закупились, да? Но нам все равно хуево. Нас же сбили, блядь, избивали. Лошадка наша тоже здесь. Наш жеребец стоит почти 1300 баксов. Так-то, между прочим. Привет, моя сладость. Я надеюсь, ты скучала за мной. Вернись на полуостров Клемин. А где нас вообще держали? Где мы вообще? Ёбаный свет. А, в Блэк-Вотер. То есть они как раз возле Блэк-Вотера. А, и все это дело и оставили. То есть мне нужно вернуться сюда. Понял? Что сделаем? Но я вообще не в кондишене. Парни расставили патрули вокруг хижины. Не дайте себя обнаружить. Покиньте сектор. Патрули вокруг. А, вон, в смысле, вижу. Покиньте сектор вверхом. Я понимаю, 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 понимаю. Я типа не должен себя дать обнаружить, понимаешь? А мне вообще в другую сторону показывают как бы. Как я их вырублю-то, блядь? Я могу там проскакать, в принципе. Если что, я просто переиграю тогда. Давай сюда. Тихонько, блядь. Никто ничего не видит. Все нормально. Все хорошо. Тихо, Артур. Не, это самое. Я тебя подлечил как смог. Блядь. А, тут нормально. Нормалек. Сейчас справимся. Вот это интересно. Вот это охуительная миссия, на самом деле. Реально классно. Что-то похожее мы видели еще, когда Ассасина проходили. Там, где Байка, главного героя Ориджинса, Сайдскрит. Закапывали в песок. Оставляли только бошку. Давай, девочка, вези меня домой. Вези меня домой, пожалуйста. Хоть у тебя нет GPS, но я думаю, что ты шаришь, где наш домик. Поэтому сейчас мы тебя помоем немного, блядь. Все, по-моему, по-пизде пошло, да? Я проиграл? Или наоборот так надо было? Артур еле, блядь, дышит. Понимаешь, в чем проблема? Поэтому есть шанс, что сейчас на заставке лошадь его просто довезет куда надо. У нас уровень доверия высокий. Так что я надеюсь, что все будет nice. Ой, блядь. О, хорошо. Фух. Одежды нашей нет. Часть лута мы забрали. Что по деньгам, я не знаю. Это разве наш лагерь? Что-то, по-моему, как-то не особо нам рады. Могу ошибаться. Ебать колотить. Артур. 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 Я же говорил, что это ловушка, дач. Мой мальчик. Мой дорогой мальчик. Что случилось? Они меня схватили. Но я ушел. Да, я вижу, что ты ушел. Мисс Гримшоу, мне нужна помощь. Пастор Воссонсон. Хотел наставить нас на законников. Разумеется. Прости, Артур. Уже поздно извиняться. Суанссон. Мистер Морган. Мистер Морган, вы в безопасности. А то ложите его в кровать. Ты в безопасности, Артур. Ты в безопасности. Замечательно, дач. Просто замечательно. Мисс Гримшоу. Посидите с ним немножечко. Конечно. Все будет хорошо, мистер Морган. Вы снова дома. Оленя-то. Это же ленятки. Пока мы придем в себя. Пока нас будут отпаивать. Это пройдет до хера времени. Есть время насладиться воспоминаниями о болезнях. Через несколько недель. Я думал, что я похороню вас, мистер Морган. Я пока еще рано, пастор. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Примерно так же, наверное, как и вы сейчас. Жаль это слышать. Но... Берегите себя. Вы тоже. Что-то мы как-то все больше и больше на Гэндальфа стали походить. А внешне... Новая запись в дневнике. Блаженный миротворцы. Что-то я, по-моему, совсем... Смотри, как он зарос нормально тогда. О, да. Я думаю, что здесь мы делаем перерывчик. И в следующей серии будем разгребать все, что здесь случилось. Это было Red Dead Redemption. Всего вам хорошего, друзья мои. До скорых встреч. Пока-пока.